Итак, мы продолжаем наши встречи. Сегодня у нас очень важная тема, как восстановить позвоночник. Точнее, скажем так, на сегодняшний день существует очень много разных методик и рекомендаций по этому вопросу. И наверняка вы тоже слышали много всего всякого разного. Поэтому наша задача сегодня вот так попытаться с высоты птичьего полета увидеть всю картину и понять, каков должен быть подход к решению тех или иных проблем, что необходимо предпринять. И затем определенные вещи нам нужно будет более пристально и детально разобраться в них, для того, чтобы это все на практике можно было сделать. К сожалению, некоторые из рекомендаций, которые вы можете встречать в различной литературе, по телевидению и так далее, они не только не позволяют на самом деле решить проблему, а иногда бывает даже эти рекомендации очень сильно вредят. Поэтому я хочу не просто дать вам какие-то указания или рецепт выписать сегодня, но я хочу, чтобы вы поняли, чтобы вы научились мыслить и правильно подходить к этому. Хорошо? Так, пойдем вперед. Мы с вами выяснили, что есть хорошая новость, что Бог предусмотрел программу восстановления позвоночника. И эта программа есть. И она реальна. И для того, чтобы понять, как она работает, давайте сейчас посмотрим, каковы же причины, почему развиваются все те процессы, о которых мы говорили вчера. Это научная работа оксфордская, в 2009 году опубликованная. Ученые выделили пять главных факторов, которые связаны с развитием остеохондроза и его осложнений. И первый фактор – это нарушение поступления питательных веществ и кислорода в межпозвонковые диски, в вещество межпозвонкового диска. Помните, мы с вами уже знаем, что питательные вещества, что межпозвонковые диски, как и хрящи в суставах, не имеют сосудов кровеносных. Питательные вещества поступают из капилляров, которые доходят в кости вот сюда, до концевой хрящевой пластинки, на границе между костью и межпозвонковым диском. И методом диффузии сюда поступают. Но дело в том, что если у человека уже начался процесс разрушения межпозвонкового диска, то все структуры диска, и пульпозное ядро, и фиброзная капсула, и также вот эта хрящевая пластинка, концевая пластинка, они разрушаются. Это значит, что уже сложнее питательные вещества проходят здесь. То есть для того, чтобы получить здесь такую же концентрацию кислорода, питательных веществ, как у здорового диска, нужно создать лучшее условие, лучшее кровообращение и лучшего качества кровь, чтобы это поступило. То есть для того, чтобы вылечить, придется приложить больше усилий. Понимаете? И это не произойдет вдруг, во мгновение ока. Это медленный процесс, но он будет происходить, если мы эти условия создадим. Мы должны понимать, что мы полностью зависим от кровоснабжения. И если мы не позаботимся о кровоснабжении, тогда наш организм не сможет позаботиться о нас. Бог создал его так, что он заложил в нем подробные инструкции, что делать в тех или иных ситуациях, что предпринимать. Но в то же время мы, как свободные существа, имеющие волю, имеющие выбор, мы решаем, создать эти условия или нет, жить в согласии с законами природы или нет. Это наш выбор. И от этого зависит, реализуется ли эта программа. Мы с вами знаем, что кровь и жизнь тела в крови, кровь несет в себе эту жизнь. Поэтому поступление питательных веществ в межпозвонковые диски напрямую будет зависеть от того, какого качества кровь, достаточно ли питательных веществ, кислорода и нет ли там каких-то отравляющих, тактических веществ. И второе, сейчас дальше пойдем, но это, смотрите, это зависит от чего? Это наш образ жизни, это то, как мы проводим время, это то, как мы питаемся, это то, что мы едим, пьем, чем мы дышим. Поэтому если человек курит или употребляет алкоголь или какие-то другие токсические вещества, типа кофеина, то тогда кровь, неся в себе вот это отравляющее начало, она не сможет быть достаточно, иметь достаточную силу, чтобы этот процесс шел как нужно. И чтобы правильные гены могли включаться, и этот процесс запустился. Второе, от чего зависит, это состояние мышц окружающих позвоночников. Мы вчера с вами очень хорошо в этом разобрались, и мы увидели, что мышцы напрямую влияют на кровоснабжение, на количество крови, которое сюда поступает. Как хорошо развита капиллярная сеть, как хорошо идет движение жидкости здесь, в этой зоне. Поэтому без улучшения, без работы над мышцами мы не сможем ничего сделать. Следующее, что будет иметь значение, это состояние самих кровеносных сосудов. Потому что если сами кровеносные сосуды будут забиты, например, в результате атеросклероза, то тогда мало крови сможет проходить, как по ржавым трубам, кровь плохо будет течь. И тогда, даже если человек и все остальное делает правильно, но крови все равно недостаточно будет приходить. Поэтому с этим вопросом тоже нужно будет разобраться. И мы рассмотрим проблему атеросклероза подробнее на следующих встречах. И я расскажу вам об интереснейших открытиях ученых, которые сегодня выяснили, как победить эту убийственную болезнь. И что очистить сосуды – это не просто мечта, это абсолютная научная реальность. Это реально может сделать любой человек. Но есть условия для этого. Кроме того, сосуды могут спазмироваться из-за воздействия каких-то физических стрессовых факторов или психоэмоционального стресса. Поэтому если мы не научимся контролировать стресс, не решим эту проблему, то тогда мы тоже не сможем создать достаточно хорошее кровообращение и поступление питательных средств кислорода. Поэтому этому вопросу мы посвятим несколько наших последних встреч. Это будут очень важные темы. И я думаю, что то, что вы узнаете на этих темах, оно во многом просто перевернет ваше мировоззрение и понимание во многих вопросах, касающихся здоровья и не только. Смотрите, следующий фактор – это механические нагрузки. Механические нагрузки будут влиять на процесс развития патологии в межпозвонковых дисках и в хрящах суставов. И сегодня мы больше и больше имеем доказательств того, что биология клеток живущих… Там помните, как эти клеточки называются? Кто помнит имя наших героев? Хондроциты. Совершенно верно. Молодцы. Хондроциты. Запомните, это герои. Это все. Хондроциты – это те, кто делают ваши суставы, ваши диски. Они это делают. От них все зависит. И мы должны создать для них эти условия. Так вот, механические нагрузки прямо и косвенно влияют на их работу. Сегодня очень большой интерес ученых прикован к такой области науки под названием механо-трансдукция. Это наука, которая изучает, как различные механические воздействия влияют на жизнедеятельность клеток и работу генов наших. И оказалось, что то, что происходит с клеткой, и те физические воздействия, которые она испытывает на себе, они передаются внутрь в ядро и через цитоскелет, и там определенные механизмы работают, которые включают и выключают те или иные гены. И кардинально изменяется работа всей клетки. И то, чем она занимается, и то, что она делает. И было обнаружено, что статические компрессионные, то есть давящие, которые долго, неподвижно сдавливают просто, вот статически это называется, компрессионные нагрузки, они негативно влияют на биологию наших хондроцитов. То есть в результате этого начинают развиваться катаболические процессы, когда идет процесс, процессы разрушения преобладают над процессами созидания. Также было обнаружено, что нормальная механическая нагрузка, та, на которую рассчитаны они, наоборот, активирует их работу и запускает анаболические процессы. То есть процессы созидания начинают преобладать над процессами разрушения. Тогда идет восстановление. Тогда идет восстановление. С другой стороны, чрезмерные нагрузки любого рода также будут негативно сказываться. И это будет вызывать процесс дегенерации. Это наш образ жизни. То, чем мы занимаемся целыми днями, как мы работаем, как мы спим, как мы сидим и так далее. Это избыточный вес. Потому что избыточный вес – это всегда лишняя нагрузка и на суставы, и на межпозвонковые диски. Поэтому об этой теме мы отдельно будем говорить, как решить проблему лишнего веса. Различные травматические повреждения, например, переломы, особенно когда вовлекается вот эта хрящевая пластинка между межпозвонковым диском и костью. И бывает такой вид грыж, я вчера их не называл, но можно упомянуть, как грыжи шморля. Может быть, кто-то слышал. Грыжа шморля – это когда межпозвонковый диск выпячивается, но только не наружу, а вверх или вниз прямо в тело позвонка, выше или ниже лежащего. Это совершенно безболезненно, но при этом разрушается вот эта вот хрящевая пластиночка, через которую питательные вещества должны поступать. И уже усложняется затем процесс, возможность регенерации. И еще один фактор, который будет обязательно влиять – это сколиоз. Он тоже будет давать чрезмерную механическую нагрузку на определенные зоны. Поэтому решать проблему сколиоза нужно обязательно, и чем раньше, тем лучше. И особенно это актуально в детском и подростковом возрасте. Следующий, третий фактор, который выделили ученые – это растворимые регуляторы клеточных функций. Это различные химические сигналы, но они являются как бы больше зеркалом, отображающим все остальные происходящие процессы. Мы не будем в них даваться, потому что, по сути, это зависит от всего остального. Четвертое – генетические влияния. Оказывается, есть целый ряд генов, которые уже точно известны или предположительно влияют на процесс дегенерации межпозвонковых дисков. Но все не так просто. И у нас будет с вами отдельная очень интересная тема, необычная тема, и, может быть, вы так никогда не слышали об этом. Но сегодня понимание ученых в области генетики отличается, например, от того, что было, когда я учился в университете, как небо и земля. Потому что были сделаны очень важные открытия, которые помогли нам понять, что все не совсем так, как казалось раньше. И у нас будет тема под названием «Генетический фактор, для чего на роду не написано». Будет очень интересно. Обязательно не пропустите ее. И пятый фактор, который выделили ученые – это старение и дряхление с возрастом. И здесь тоже нужно кое-что сказать. Дело в том, что, к сожалению, сегодня под понятием «старость» его очень неправильно понимают. И у большинства людей сегодня сложился стереотип, что старость – это должен быть период в жизни, когда все способности человека угасают, и двигательная активность угасает, и умственные способности угасают. И он уже должен просто доживать остатки своих дней в страданиях и болезнях. На самом деле это один из самых страшных и опасных мифов, которые существуют среди людей. Потому что полноценная, активная, глубокая старость является абсолютной реальностью. И абсолютно возможна практически для большинства людей. Практически без исключений. Поэтому проблема заключается в том, что мы, к сожалению, привыкли путать старость с продолжительностью нашего неправильного образа жизни. Это две большие разницы. Потому что если вы, например, в 50 лет вам, и вы принимаете в 50 лет решение, с этого дня я буду вести здоровый образ жизни. И вы начинаете все принципы эти соблюдать. Или если вы в 50 лет примете решение, все, жизнь на этом закончилась, теперь какая разница вообще, как я живу. И никаких законов не будете соблюдать. Вы согласны, что разная судьба вас будет ожидать? Вы понимаете это? И уже мы сегодня имеем инфаркты в 20 лет. И мы имеем сегодня в 90 лет людей, хотя их очень мало, к сожалению, в наших странах, к большому моему сожалению, потому что практически все могут быть такими, в таком состоянии проживать всю свою жизнь, которые даже в 90 лет имеют прекрасные чистые артерии. Это зависит от нас. Поэтому давайте отбросим вот в сторону этот миф. Именно когда вы решите, примите решение жить согласно законам здоровья, чем дольше вы будете жить таким образом реально, тем меньше шансов будет у всех этих болезней появиться в вашей жизни. Или даже если они есть, то возможен в определенной мере их регресс и возврат назад, и восстановление. Даже если не до конца, но даже если что-то вы можете сделать, вы согласны, что стоит приложить усилия это сделать? Я хочу подарить вам вот такое очень интересное обетование библейское. Есть верующие люди, очень хорошо знают из книги Псалтирь, вот этот Псалом 91. И там есть вот такие слова. «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру». Кто такой праведник? Так, если по современным языкам это сказать. Оно неплохо было бы, если бы этого было достаточно. Совершенно нет. Праведник – это не просто тот, кто верит во что-то. Праведник – это тот, кто живет по правде. Это очень большая разница. Потому что можно говорить, я верю. Меня всегда удивляет статистика, когда я смотрю, сколько в нашей стране христиан по статистике, и сколько в нашей стране случаев хронического алкоголизма, например. И я удивляюсь, откуда берутся эти цифры. Это же все христиане. Как человек может быть христианином и алкоголиком одновременно? Это невозможно. Понимаете? Поэтому дело не в том, во что мы верим. Дело в том, как мы живем. И это на самом деле показывает, во что мы верим. Это наш образ жизни. Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру. Они и в старости, посмотрите, какие. Плодовиты, сочны и свежи. Здесь не написано, что они в старости скрюченные, сгорбленные. У них дегенеративно-дистрофические процессы и в дисках, и в суставах. И мучаются, и страдают, и за сердце время хватаются. Понимаете? Здесь написано, они плодовиты, сочны, свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь. Бог не ошибается, когда Он что-то советует людям. Бог не ошибается, когда Он говорит, что вот есть законы, по которым вы должны жить. Он делает это не для того, чтобы нас чего-то хорошего в жизни лишить. Наоборот, Он предлагает нам это, чтобы мы могли полноценной жизнью жить. И нет неправды в Нем. Поэтому Бог не обманет. И это написано. Это все принципы здоровья даже в Библии написаны. Я в этом убедился. Поэтому вы можете проверить. Это надо испытать на себе. Попробовать это сделать. Итак, теперь мы готовы, чтобы рассмотреть вот эту программу восстановления позвоночника. И эта программа, как я уже говорил, записана в ваших генах. Есть еще интересные очень слова в Библии. Я процитирую их. Это в Новом Завете. Там написано о надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен. Видите, дело в том, что сегодня ученым точно известно, что ДНК, находящихся в наших клетках, это письмо. Это письмо. Письмо, которое описывает, какова должна быть структура нашего организма, какова должна быть структура всех винтиков, всех ферментов, как все должно работать. И это письмо настолько гениальное, что если, например, раньше ученые, когда еще даже я учился, то я читал так в учебниках, что 98% нашего генома ученые считают мусором, оставшимся по наследству предков. Потому что только 2% поняли, зачем нужны. Но сегодня ученые поняли, что все ровно наоборот. Что на самом деле там нет никакого мусора. Просто мы еще не поняли, как это работает. Но я об этом вам подробнее расскажу. И ученые поняли сегодня, что Бог спроектировал человека для вечной жизни. И то, что мы сегодня умираем, это не норма, это не то, что было запланировано для человека. И Библия очень четко говорит, что причина этого грех, и Бог собирается решить эту проблему. Но пока мы живем еще в этом грешном мире, мы должны понимать, что в нашем организме есть механизмы, которые способны поддерживать нас. И Бог это все записал. И Он так изначально задумал нас. И в другом месте еще в Новом Завете сказано, ибо мы его творение, там в оригинале, в греческом такое красивое слово используется. Слово творение звучит так. Поэма. Он нас сочинил. И Он сочинил нас на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. То есть Он спроектировал нас для того, чтобы мы жили по законам Божьим, по законам жизни. И тогда все это становится реальным и возможным. Итак, эта программа есть. Кто будет заниматься восстановлением наших межпозвонковых дисков? В нашем организме кто конкретно это будет делать? Кровь создает условия, среду. Хондроциты будут это делать, совершенно верно. Хондроциты создают вот эти ершики, хондроциты создают коллаген, хондроциты создают вот это все окружение клеточное, структуру создают нашу. Понимаете? Поэтому мы должны, и у жизни есть условия, и для них есть условия. Вот эти принципы программы, новое начало или новый старт, правильное питание, правильное движение, достаточное употребление воды и использование, солнечный свет, свежий воздух, умеренность во всем этом, отдых. И также фактор веры. Это не то, что мы будем делать, я хочу, чтобы вы очень хорошо поняли, это не какой-то лечебный курс, который вы неделю или две пропили, или прошли какой-то цикл занятий или процедуры, у вас все восстановилось. Это условия, которые вы должны задать, и это должно быть все время, чтобы это все работало и действовало. Это не просто какой-то рецепт, это жизнь. Это жизнь, которую предлагает Бог. И поэтому не теряйте времени, и сегодня, даже если вы что-то еще не знаете и не понимаете, просто примите решение. С сегодняшнего дня начать жить в согласии с этими законами. И шаг за шагом постепенно вы все лучше и лучше станете это понимать, и у вас одно за одним вы будете больше и больше достигать в этом направлении. Хочу показать вам научную работу. Она была опубликована еще в 1953 году. Прекрасная работа, где ученые продемонстрировали, что хрящ может быть восстановлен даже на полностью обнаженной кости. То есть, если вам это сказать по медицинскими диагнозами, это остеоартроз четвертой степени. Третья и четвертая степени. То есть тогда, когда уже это считается фантастикой практически невозможным. Но они продемонстрировали, что если создать идеальные условия, то даже в таком случае хрящ восстанавливается. И они это все задокументировали, зафотографировали, опубликовали еще в 1953 году. Это все возможно. Я специально это вам показываю, потому что люди подходят и говорят, а что, неужели это возможно? Это возможно. Вспомним, что такое остеохондроз. Это процесс разрушения, который где начинается? В межпозвонковом диске. Поэтому, если мы хотим решить проблему остеохондроза, то мы должны сконцентрировать усилия на восстановлении наших межпозвонковых дисков. И тогда все остальные процессы, они тоже станут на свои места. Но, к сожалению, этим как раз таки до сих пор практически никто и не занимался. И только сегодня, так скажем, эта задача стоит еще как бы и ищут разные способы, как этого достичь. Но мы посмотрим сегодня, каков вот этот природный механизм, как это все может происходить. Вы помните, болевой синдром, который возникает при этих заболеваниях, это защитный синдром. Это сигнал, который нас оберегает. И мышечный спазм, который обездвиживает позвонки, и который развивается в основном за счет этих коротких мышц между соседними позвонками, он носит защитную функцию, он пытается не допустить опасное движение. И тогда, когда у человека только появляются эти проблемы, если он приложит все усилия, чтобы это дело исправить, например, займется плаванием, станет каждый день проходить по 10 километров, но не на этой беговой дорожке, когда на месте человек идет, а реально. Но у вас по Владивостоку прекрасно можно ходить, у вас тут замечательные горочки, лучше любых тренажеров. Поэтому в этом проблемы у вас нет, все бесплатно в вашем распоряжении. Если межпозвонковые, если вот эти блоки останутся долго существовать, этот спазм, то он будет нарушать кровообращение, и тогда, наоборот, будет еще дальше болезнь прогрессировать. Поэтому ничего не делать нельзя. В то же время мы говорили, что очень многие специалисты в таких случаях рекомендуют пациентам или мануальную терапию, или вытяжение позвоночника, или рекомендуют заняться фитнесом, бегом, другими интенсивными упражнениями. И эти рекомендации прямо убийственно действуют. Еще в 70-х годах, вот я процитирую, зав. кафедры ортопедии и травматологии Новосибирского государственного института Цевьян, тот, который лежал, как бы был здесь у нас в России, был на передовой тем, чтобы заниматься проблемой остеохондроза, он так писал. Если назначить при сегментарной нестабильности тракционные методы лечения, то есть, кстати, вытяжение, мануальную терапию, интенсивное занятие спортом, то данные методы будут только способствовать расшатыванию позвоночного сегмента, стимулируя прогрессирование дегенеративно-дистрофического процесса в межпозвонковых дисках. И не принесут больному пользу, а скорее вред. Это очень хорошо нужно понимать. И вот этот мышечный спазм, если с ним ничего не сделать, в то же время он медвежью услугу окажет, потому что он как бульдожья хватка сцепил эти позвонки, и все, и движения в них никакого нет. А если нет движения, то нет и движения жидкости. Если нет движения жидкости, нет питательных веществ кислорода. Если нет питательных веществ кислорода, то процесс разрушения просто катастрофически начнет. Поэтому делать что-то нужно, но делать правильно. К сожалению, как я уже упоминал вчера, практически все методы, которые предлагают людям, больше сконцентрированы на устранении болевого синдрома. То есть лечат следствие, а не причину. Мы должны заняться причиной. Несколько слов нужно сказать, потому что всегда, когда врачи что-то вам рассказывают, вы ждете, что доктор посоветует вам какой-то... И так обычно бывает, когда доктор начинает говорить, вам нужно вот это, и вот это, и вот это сделать. И вы слушаете, вы говорите, да, 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 но ждете, когда же доктор назовет заветное название вот этого лекарства. А все остальное это так. Поэтому я должен сказать вам, лечебные средства, применяемые при остеохондрозе, остеоартрозах, испондилоартрозах, то есть артрозах суставов между позвонками, они тоже в основном на что ориентированы? Первая большая группа – это будут у нас обезболивающие, противовоспалительные препараты. И, конечно, в этом есть смысл, потому что здесь сам по себе отек, он будет усугублять кровообращение в этой области. Но в чем проблема? Человек просто устраняет болевой синдром, но дальше ничего не предпринимает. Более того, получается, что эти препараты назначаются всякий раз, как только человек предъявляет жалобы. Но вы должны знать, что эти препараты не безобидны. Потому что хорошо известно, что все нестероидные противовоспалительные препараты при длительном употреблении вызывают гастрит, язву желудка, это вы все знаете и слышали. Может быть, меньше вы слышали, что они еще способствуют развитию артериальной гипертензии, сердечной недостаточности и увеличивают риск инфарктов и инсультов при длительном употреблении. Но самое важное, о чем нужно сказать, что если вы долго… Это же не просто вы один раз выпили таблеточку. Врачи назначают, и бывает, люди применяют месяцами и годами эти препараты. И вы должны знать, что если раньше считалось, что это нормально, то сегодня мы хорошо понимаем. Появились новые данные, которые освещают негативное влияние нестероидных противовоспалительных препаратов на синтез матрикса хряща. То есть, если вы будете принимать эти препараты в течение месяцев, это только ускорит разрушение хряща и межпозвонкового диска. Вместо того, что вы не просто не решаете проблему, но вы еще и ускоряете процесс разрушения. И то же, где к деклофенаку относятся, и ко всем остальным. Поэтому эти препараты имеют место, но только тогда, когда они действительно… Если, например, человек от боли ночь спать не может. И это просто выматывает его. Конечно, нужно в таких случаях назначить. Но правильнее было бы в таких случаях человеку, во-первых, искать то положение, в котором боли нет. Помните, почему болит мышца? Мышца болит когда? Если это о мышцах мы говорим. От чего болит мышца? Когда кислород не поступает. Вы поняли это? Почему сердце болит? Мало крови. Вы должны очень хорошо это понять. Болит значит мало крови, значит мало кислорода. И если человек может найти такое положение, или может быть в каком-то положении и травмируется какая-то нервная ткань, и это может причиной быть болиосиндрома. Если человек найдет такое положение, в котором боль меньше, то это значит, что в этом положении и лучше будет кровообращение, и более адекватно будет поступление крови. Поэтому само по себе лечение положением очень важно. Но как люди обычно делают, если скрутило, ему же надо побыстрее, потому что если он выйдет на больничный, его же с работы уволят, потому что кому надо, у кого-то долго на больничном, а работу попробуй еще найди хорошую. И люди вместо того, чтобы серьезно отнестись к этому, игнорируют эту проблему и бегут себе дальше. И бегут, обезболил и побежал. Это большая ошибка, потому что очень быстро, мы постоянно это наблюдаем. И мы всегда знаем, какой будет результат. Мы говорим ничего, подождем пару лет. Вы все равно к нам вернетесь. Только уже тогда что-то сделать будет очень сложно. Поэтому хорошо взвешивайте эти вещи и думайте, сколько стоит на самом деле здоровье. Хондропротекторы. Это группа препаратов, которые тоже повсеместно назначают. И везде, где мы приезжаем, я вижу, что это действительно практика, имеет место. Эти препараты, что это такое? Помните, мы говорили, из чего состоит межпозвонковый диск? Вот эти вот ершики из гликоза миногликанов. Хондроэтинсульфат, кератинсульфат. И возникла идея, смотрите, если там не хватает этого хондроэтинсульфата, почему бы нам не накормить человека им, чтобы он туда попал извне? И идея, по сути своей, была неплохая. По крайней мере, логичная. И было проведено много исследований, экспериментов. И просто берут хрящ у какого-то животного, например, трахею быка, или там каких-то рачков морских, гидролизует их. И этот препарат назначают людям. Но проблема заключается в том, что вы должны очень критически отнестись ко всем заявлениям, когда говорят, что исследования подтвердили эффективность этих препаратов. Потому что все эти исследования проводились в условиях далеких от реальных условий в организме человека. И вот как сами ученые заявляют, в концентрациях, которые в десятки, сотни, а то и тысячи раз превышали те концентрации, которые вам назначает врач. То есть, по-простому говоря, просто в крови не достигается такой концентрации, чтобы достаточно вошло в сустав, чтобы этот механизм сработал, чтобы они туда встроились. И поэтому сегодня ученые пришли к выводу, что вот эта концепция, метаболическая концепция действия пероральных хондропротекторов, она отвергнута в настоящее время из-за их низкой биодоступности. То есть, она не позволяет достичь полости сустава, концентрации, и также в межпозвонковых дисках концентрации действующего вещества достаточно для развития клинически выраженного метаболического влияния. То есть, эти препараты просто человек зря принимает, и они не дают тот результат, который был заявлен. С другой стороны, вот я читаю, просто чтобы не быть голословым, это все я читаю из официальных журналов, которые российский Минздрав выпускает. Вот, смотрите, еще один журнал «Врач» за 10 номер за 2012 год. Таким образом, дефицит глюкозаминогликанов в организме человека не бывает. Они постоянно синтезируются в клетках, когда они насыщены глюкозой и кислородом. Не знаю, услышали вы или нет, что это значит. Это значит, что если вы дадите вашим хондроцитам, живущим там, достаточно крови и кислорода, то они сами могут все это сделать. Им хватит всего, чтобы это сделать. Никаких проблем нет. Проблема именно в том, что им не хватает крови и кислорода. И как они могут без крови, без питательных веществ, без кислорода, как они могут что-то сделать? И они переходят на режим выживания и не создают вам ничего. Но проблема не в них. Поэтому на сегодняшний день ученые приходят к выводу, что эти препараты можно назначать, но механизм их действия несколько другой. Этот механизм – эффект плацебо. То есть если доктор верит, что помогает, и пациент верит, что помогает, тогда есть смысл назначать. Но вы сами решайте. Единственное, что когда мы изучали этот вопрос, я нашел все-таки один препарат, который там немножко принципиально по-другому действует, и которого эффективность есть, она была подтверждена. Я не буду называть его коммерческое название, это мой принцип. Я никогда не рекламирую никаких препаратов. Но я скажу вам, из чего он делается. Он сделан из авокадо и сои. Экстракт авокадо и сои. Поэтому, ну, можно покупать препарат, переплачивать за ту работу, которая еще делалась, чтобы это все очистить. А можно просто употреблять эти продукты. Вы помните, у жизни есть условия. Вот они. И эти условия создают вашу кровь и ваше кровообращение. Поэтому мы должны, что мы должны делать? Во-первых, мы должны приложить все усилия, чтобы восстановить нормальное состояние глубоких мышц позвоночника. И сделать это можно только одним способом. Каким? Движением. Но правильным. Но правильным. Это очень важно. Массаж, физиотерапия, мануальные приемы могут дать временный результат. Но они не устраняют подлинную причину. И если вы не приведете свои мышцы в хорошее состояние их правильной тренировкой, то заболевание будет дальше продолжать прогрессировать. Будет временное улучшение, а потом дальше пойдет прогрессирование. Поэтому если и даже, например, по поводу массажа. Обычный лечебный массаж, если у человека остеохондроз первой или второй степени, он показан. И он действительно даст в этом смысле пользу, потому что он расслабит мышцы зажатые, спазмированные, и восстановится кровообращение. И если его в комплексе с остальными мероприятиями применять, то это будет хорошо. Но, например, когда уже имеет место протрузии и грыжи дисков, то обычный массаж противопоказан. Вы должны знать это. Некоторые люди приходят и подходят ко мне и говорят, пожалуйста, сделайте мне массаж. И приходится объяснять, что вам нельзя его делать, потому что это, наоборот, повредит вам. Там совсем другой подход нужен. Там нужны специальные приемы. И мы знаем, как это делать, но это нужно правильно делать. Не просто к обычному массажисту идти. По поводу мануальной терапии тоже я должен сказать. Мануальные приемы могут убрать сцепки между дисками, между позвонками, вот эти мышечные сцепки. Но они никогда не очистят ваши сосуды. Они не укрепят ваши мышцы. Понимаете? Они не восстановят кровообращение. Должным образом, достаточно. Поэтому есть случаи, когда необходимо применение определенных грамотных мануальных приемов. Но если вы приходите, и мануальный терапевт с радостью потирает руки, и даже не поглядев ваши снимки, говорит, сейчас мы вправим тебе диски, то бегите прочь от такого мануального терапевта подальше. Потому что ничего, кроме вреда, он вам не принесет. И здесь очень важно быть осторожными. Потому что и в то же время вы должны знать, что даже если грамотный мануальный терапевт, и он вам все правильно сделает, но вы после этого не начнете заниматься специальной гимнастикой, той самой, которую мы вас учим здесь на занятиях, и еще я сейчас вам кое-что покажу, то тогда это принесет, наоборот, вред. Вред. Запомните это. Мануальная терапия без того, чтобы дальше работать с мышцами, принесет вред. Поэтому ей нужно очень грамотно и правильно пользоваться. Тогда она в пользу пойдет. Так. Значит, что мы должны сказать. Итак, мы уже знаем, в подавляющем большинстве случаев причина боли в спине – это что? Просто плохие мышцы, просто болят мышцы. Это в большинстве случаев. Это наш образ жизни. Поэтому здесь нужно не просто начать заниматься какой-то гимнастикой, но здесь надо пересмотреть всю свою жизнь. Мы посвятили достаточно времени этому на первых встречах, и вы уже много знаете о том, что и как нужно делать. Поэтому мы сейчас не будем в это углубляться. Когда мышцы находятся все время в таком зажатом состоянии, то это будет способствовать развитию всех изменений. И есть ряд методов, как когда мышца, вот она долго спазмирована, она не может до конца нормально расслабиться. И ей нужно в этом помочь. Есть разные подходы. Это можно добиться с помощью растяжек, если правильно их выполнять в комбинации с нагрузкой мышцы. Также, когда имеют место в мышцах триггерные точки, не путайте со всякими китайскими точками, акупунктурой и всем остальным. Это места в мышцах, где мышечные волокна повреждены или спазмированы. И они сжимаются, растягивают мышцу, и это приводит к тому, что мышца перестает работать. И есть разные приемы. Массажисты хорошо знают, как с этим работать. Иногда можно анестетик вводить, чтобы убирать, или просто компрессии их восстанавливать. По поводу корсетов, поясов пару слов должен сказать. Потому что некоторые люди просто надевают эти пояса и носят все время. Но вы должны понимать, что они снимают, конечно, часть нагрузки с поясницы. Но когда они снимают эту нагрузку, что будет с мышцами происходить, когда мышцы не испытывают нагрузки? Атрофироваться. Поэтому, если у человека протрузия или грыжа, например, ему нужно сесть за руль машины и проехать. Сидеть за рулем машины – это очень вредно для позвоночника. Особенно, если плохие сидения. Не во многих машинах. В дорогих машинах сейчас эти вопросы решают, но в тех, которые поскромнее, там обычно не очень хорошие сидения. Поэтому в таком случае такому человеку нужно надеть этот пояс. Или, например, бывает, например, мама, у которой полтора годика ребенку, и у нее грыжа. И она же не скажет, извини, грыжа, я не могу взять тебя на ручки. Понимаете, бывают ситуации, когда... Тогда мы говорим... Или, например, после мануальной терапии. Там нужно его надеть, чтобы зафиксировать на несколько часов. Но длительное ношение, наоборот, приведет к атрофии. Будьте осторожны. Многие рекомендуют при заболеваниях позвоночника висеть на турнике. Слышали такую рекомендацию? Забудьте. Это очень вредно. И вот почему ученые посчитали и обнаружили, что сила гравитации, которая действует в этом направлении, слишком большая, и она вызывает рефлекторный, защитный спазм мышечно-связочного аппарата. То есть вместо того, чтобы улучшить состояние, наоборот, усиливаются эти все зажимы. А еще после этого человек что делает, когда повисит? Спрыгивает и окончательно добивает свои межпозвонковые диски. Поэтому вис нельзя. Но что мы должны на самом деле сделать? Мы должны начать тренировать мышцу. Но при этом у нас проблема, у нас межпозвонковый диск поврежден. Он уже, помните, это уже не желе, это уже сухарь. Поэтому его нельзя сдавливать. Но когда мы мышцу сокращаем, что будет происходить с позвонками? Они будут приближаться или отдаляться? Что будет с межпозвонковыми дисками происходить? Сдавливаться. А что делать? Тренировать мышцу нужно, но при этом нельзя сдавливать диски. И здесь мы используем комбинацию физической тренировки вместе с растяжением. Но сила растяжения должна быть меньше, чем сила гравитации. Есть разные варианты. Например, на Украине Евминов изобрел вот такую доску. Обычная доска, которая ставится под наклоном к стене. Называется профилактор Евминова или доска Евминова. Под определенным углом. И если вы помните немножко физику, то чем меньше угол наклона, тем меньше будет действовать сила гравитации. Когда вы лежите на полу, она вообще не сдавливает. Когда вы висите на турнике, это сила максимальна. А мы должны найти то промежуточное положение, оптимальное именно для данного конкретного человека. Чтобы легкая растяжечка шла, и с этой легкой растяжкой мы могли тренировать мышцу. Мышца будет упражняться, а при этом межпозвонковые диски не будут сдавливаться. Вы поняли принцип, как это работает? Вижу, как-то не очень уверенно. Еще раз объясню. Наша задача натренировать хорошо мышцы. Мышцы будут работать, будет улучшаться кровообращение, будут восстанавливаться межпозвонковые диски. Но если мышцы будут работать, они одновременно будут сдавливать наши межпозвонковые диски, и они будут дальше крошиться и ломаться. Чтобы этого не происходило, нам одновременно с физической нагрузкой нужно немного растягивать позвоночник. Не сильно, но немного растягивать. И мы используем для этого разные... Вот, например, или еще есть такой тренажер Бубновского, который... Ну, сразу скажу, что не все в его методике хорошо, но вот то, что он предлагает делать с мышцами, очень грамотно. Потому что... И этот тренажер очень хороший. Если у вас где-то есть в городе, то вы можете этим пользоваться. И у вас здесь есть возможность такая. Потому что вы видите, что мы можем здесь дозировать нагрузку. И получается, что есть небольшая тяга. И в этом положении человек может разные упражнения делать. И мы можем с каждой мышцей даже отдельно работать. Это самый, скажем, идеальный вариант. Вот такой тренажер. Но есть простая вещь тоже по тому же принципу, который вы можете дома у себя делать. То есть не имея практически ничего, а только резинки. Знаете, такие эластичные резинки гимнастические? Какая наша задача? Чтобы тело растягивалось, и в это время мы делали физические упражнения. Поэтому вы берете... Например, смотрите. Вот здесь девушка держит эту резинку и делает упражнение. Что будет происходить с ее позвоночником? Он будет растягиваться или сжиматься? Как вы думаете? Вот она тянет ноги на себя, к грудной клетке. Что с позвоночником будет происходить? Сжимается, конечно же. Да. То есть она, наоборот, сжимает. А нужно растягивать. Поэтому это неправильно. То есть это не будет хорошо для межпозвонковых дисков. Или вот здесь, например, смотрите. Она вытягивает ногу, но при этом она тянет ногу к грудной клетке. То есть это тоже будет неправильно. Здесь, наоборот, принцип должен... Но мы научим вас этому. Я просто вам упомяну, а мы будем вас этому учить. Полезной будет ходьба. Особенно полезной будет скандинавская ходьба. Слышали про скандинавскую ходьбу? Да, вы знаете, мы прошлись тут по городу и поняли, что Владивосток – это прогрессивный город. Потому что очень много людей ходит с вот этими скандинавсками. Палки без лыж, если кто-то еще не понял. Но, к сожалению, из всех, кого я до сих пор увидел здесь, я не увидел ни одного человека, который ходит правильно. Более того, мы увидели, что многие ходят так, что это, наоборот, больше вредит их суставам и спине. Поэтому, если у нас будет возможность, то мы хотели бы тоже вас научить, но не знаю, или получится у нас. Как вы смотрите на это? Ну, будем думать об этом. Но, по крайней мере, вы должны знать, что ходьба, мы говорили, если вы не будете хотя бы два часа в день ходить, то не ждите никакого результата. Без механизма, помните, без механизма вот этой помпы вы не обеспечите межпозвонковые диски достаточным количеством питательных веществ. Плавание будет полезно, потому что в воде сила гравитации ослабевает, и при физической нагрузке и тренировке мышц при этом диски так сильно нагрузку не испытывают. Ну и, конечно, помните, что после хорошей нагрузки обязательно что необходимо? Отдых. И ученые обнаружили, оказывается, что только тогда, когда человек спит ночью хорошо, и когда сон глубокий, когда идет чередование фаз медленного и быстрого сна, только тогда его мышцы полностью расслабляются. Это невозможно даже медикаментозными препаратами достигнуть. И вот эти глубокие мышцы спины могут расслабиться, и восстанавливается нормальная циркуляция крови в позвоночнике. Поэтому регулярный сон, хороший, достаточный сон, создает условия, чтобы убрать давление на ваши диски, чтобы вода туда вернулась, и они восстановили свою высоту и были готовы весь следующий день дальше испытывать на себе нагрузки. Помните об этом. Помните, нам также нужно решить проблему стресса, и мы будем этому учиться, учиться контролировать стресс. И нужно очистить наши сосуды. Также мы научим вас, что нужно делать в случае острого приступа, когда прихватило спину, и что предпринять, чтобы помочь человеку.